Привет, друзья, подписчики мои! Рад приветствовать вас всех на моем новом канале, вернее, на нашем новом канале, который называется Brickzone! Добро пожаловать, друзья! И начать этот канал я решил вот с такого грандиозного, колоссального набора Slay One, который даже не умещается у меня в кадр. Я хотел... Смотрите, в наборе идет подставка. Я хотел показать вам на подставке его, но он слишком огромный и просто упирается как бы лбом в лампу и, соответственно, становится очень темно в студии, поэтому будем показывать его вам по кусочкам. Начнем мы, конечно же, с уникальной фигурки Боба Фета. Вот такой классный парень лежит в этом наборе. Так, что-то у меня не получается вам грамотно показать его. Но вот такой вот парень. Я разберусь со светом, да. Вот такое у него лицо злое. И, соответственно, плащик у такой мандалорский классный. Сзади реактивный ранец очень интересный. Обожаю Боба Фета. Дальше. Вот такой синий парень. Ну, я не знаю, кто это. Просто прислужник какой-то, который ходит и выполняет повручение Боба Фета. Конечно же, штурмовик. Куда же без него? Без него нам никак не обойтись. Пиу-пиу. Дальше. Вот такой вот Хан Соло. Ну, не Хан Соло, а Хан Соло в карбоните. Вот сам Хан Соло. Соответственно, и вот сам, ну, его кусок карбонита. По подставке. По подставке вот такая вот подставка. И, соответственно, штучки для крепления самого Слайуана. Набор у меня уже лежит год. Год с чем-то. Он вообще изначально вышел в 15-м году. Просто первой серии она стоила безумно дорого. Ее все раскупили. Вот. Прошло еще потом два года. И я купил его уже себе, потому что очень любо Боба Фета. Купил я его в 17-м году за 15 тысяч рублей. В нем 2 тысячи деталей, 4 фигурки. И там было порядка 100 экстра деталей. Ну что ж, он немного пыльноват. Я оттирал, как мог, от пыли. Но все-таки немножко там пыльцы есть. Поэтому прошу меня за это простить. Так, что ж. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Значит, детализация у этого парня просто на уровне Бога. Вы только посмотрите. Вот это передняя часть. Посмотрите, какие здесь крутые пушки. Сколько здесь всего. Посмотрите, вот эти вот, как это, не турбины, но какие-то там провода, балки. Вот здесь, да, что-то творится. Вот здесь есть специальный кармашек. Сейчас мы его откроем. Во. И там у него пушки, смотрите, базуки, лазерные прицелы какие-то непонятные. Очень много всего очень интересного. Просто замечательно. С другой стороны, смотрите, покажу вам. Сейчас тоже открывается. Здесь потруднее открывать, здесь надо вниз опускать немножко. Во. Здесь вот такая вот базуха синяя. Вы только присмотритесь. Ну, просто класс. Просто класс. Вот здесь вот у него такие лопасти идут. Смотрите, какие здоровские лопасти. Когда он лежит, они как бы лежат. Когда он поднимается, они поднимаются вместе с ним. Ну, конечно, вот здесь на пластинах есть наклейки. Здесь тоже куда же без них. С другой стороны тоже такая же самая история. Тяжеленный он, конечно. По кабине. Здесь снимается эта штука. Там, значит, у нас пистолет Боба Фета, какой-то компьютер. А, даже два пистолета Боба Фета, два пистолета, какое-то радио. Вот там самая большая кабина. Конечно же, крутая. Все наклейки, к сожалению, но что поделать. Такого плана, да? А, вот. Сейчас я соберу ее обратно. Или не соберу. А, вот. Низ вот здесь вот, смотрите. Не помню, как работает. Смотрите, даже вот сверху все уже, смотрите, сверху все проделано. Значит, работает следующим образом. А, нет, подождите. А я чуть забыл, как это работает. Сейчас разберемся. Как-то надо подлезть туда, да? Вроде бы. А. Ну вот, подождите. И все? Значит, что мы делаем? Боба Фета. Это вот сюда можно прицепить вот эту штуку. Вроде бы так это работает. И все. Ну, наверное, так. А может, я что-то неправильно делаю. Во. И все. То есть, открыли дверку, положили Боба Фета. Вон он там. А, и он вроде бы, да. И смотрите, сзади открывается люк. Во. И отсюда, по идее, но он, правда, не вылезает. Во. Из этого заднего люка должен вылезать Хан Сова. Значит, вот. Задняя часть корабля похожа на какую-то огромную устрашающую морду. Он действительно очень огромный, очень тяжелый и очень классный набор. Здесь, смотрите, прожектора у него всякие разные. Сверху тоже там какие-то локации, турбины. Вот здесь целая турбина. Вот. Набор просто потрясающий. Ну что ж, друзья, подписывайтесь на этот канал. Подписывайтесь на мой основной канал BaseZone. Роликов будет еще больше. Они будут еще круче. И наборы будут еще больше, круче и интереснее. А с вами был я. Спасибо, что были сегодня здесь. Пока-пока.